Еще один пример на формулу Байеса, такой прямо супер жизненный, он называется «Парадокс Байеса». Даже мне кардиохирург показывал, присылал ссылку, это даже вот там читают в разных курсах, по статистике, например, разбирают для врачей. Но он очень поучительный для обычных людей, весьма весьма это сказал, а в этом он просто как некая задача, как будто на применение этой науки. Значит, есть некоторое заболевание, и есть прибор, который диагностирует это заболевание. Известно, что вероятность того, что человек болеет, это одна тысяча, то есть всего один человек на тысячу, это заболевание его задевает. Теперь есть прибор, который диагностику делает. И известно, что вероятность того, что прибор говорит, что все плохо, то есть положительный ответ, такое заболевание присутствует, в случае, когда человек болеет, это 0,9. Такой же ответ, что человек болеет, для случая, когда он здоров, это одна сумма. Ну, то есть диагностика имеет некие погрешности, она не всегда диагностирует, иногда диагностирует и кто здоров, понятно, да? Очень такая приближенная к жизни ситуация. В принципе, ну и нормальный показатель 90%. Очень хорошее. А теперь, я бы сказал, для медицины просто недостижимый, во многих случаях. А теперь, смотрите, пришел к несчастным пациентам, и ему сказали, что он болен. Ну, он, конечно, расстраивается, но, смотрите, чему ему учат теория вероятности. А давайте мы посчитаем вероятность того, что он болен. Вот ему сказали, что он болен, то есть что? Этот тест дал положительный результат. А какова вероятность, что он даже не болен, а здоров, при том, что ему диагностировали болезнь? Давайте посмотрим. По формуле Барриса, это будет вероятность того, что он такой отлик получил в случае здорового, вероятность того, что он здоров. Поделить на вероятность того, что ему поставили диагноз. Так? А это давайте посчитаем формулой полной вероятности. У нас все люди делятся на больных и здоровых. Получится вероятность того, что такое получилось, когда здоров, а вероятность того, что здоров. Это я просто пишу формулу полной вероятности. Болен, вероятность того, что болен. И подставим числа. Что у нас получится? Это мы знаем, это 0,01. На то, что здоров, это 0,999. А здесь будет вот что. 0,01 на 0,999. Плюс такой вариант, значит, это 0,9. Так работает этот аппарат, когда человек будет, на 0,01. Вот, если это посчитать, то получится, что это будет 0,91, там, с копейкой. То есть вы знаете, как интересно? Очень точная диагностика, в принципе, очень разумная. Но вероятность того, что на самом деле человек здоров, она больше либо равна 90%. Из-за чего так произошло? Вопрек это крайне получите. И это, на самом деле, наблюдается в жизни. По поводу таких, ну, действительно, плафиксов вливаний, которые вот реально опасны. Такие, слава богу, встречаются не очень часто. И, тем не менее, они всегда, ну, такой фатальный уносит характер. Если человек узнает, что он так болен этим, то обычно он все, ласты сразу скрепит, уже ждет, когда его, значит, когда поют. Но на самом деле, мудрый совет состоит в том, что ни в коем случае ласты ответить заранее не надо. Потому что, если заболевание редкое, оказывается, очень важным становится соотношение между точностью приборов и редкостью заболевания. Вот эти числа становятся важными. И даже вот так, визуально кажущиеся очень здравом, точности, могут вступить в срок с редкостью этого заболевания. Вот как здесь и произошло. И получится такой вот странный эффект, что на самом деле, да нет, этот результат еще не значит, что все плохо. Скорее надо проделать тест еще раз и жить себе спокойно. Вот тоже никакой особой вероятности здесь нет, никакой большой науки за этим не стоит. Но, тем не менее, вот Хоу улыбается, и вот два примера. Один из медицины, а другой из, вот этот из медицины, да, а другой был из Computer Science, вот из распознавания образа. Причем это реальный пример. Если вы возьмете там какую-то нишу по-кварке, видите, там правда будет и более страшную форму, он написан, но тем не менее, идея будет та же самая.